Историю подвига олено-транспортных эшелонов воссоздали рукодельницы клуба «Мелне». Презентация уникальной в своем роде экспозиции прошла в Центре народного и декоративного творчества. Ирина Цепитова расскажет о истории, созданной руками. Идея создать экспозицию, посвященную подвигу олено-транспортных эшелонов, буквально витала в воздухе. Целый год рукодельницы вынашивали ее, собирали подручный материал. Уникальность выставки заключается в том, что она полностью сделана руками участниц клуба «Мелне». В основе выставки лежит использование ненецко-традиционной игрушки кукла, которой играли дети в тундре. По задумке авторов, экспозиция состоит из нескольких частей, которые сливаются в одну сюжетную линию. Здесь мастерицы показали весь путь оленеводов с их верными спутниками, оленями и лайками. Вот сборы и долгий путь до места назначения станции Рикосиха. Тяжелейшие бои, эвакуация раненых, доставка грузов, оружия и снарядов на линию фронта. И, конечно, долгожданное возвращение домой. Информацию о подвиге оленотранспортных эшелонов черпали из разных источников. Идейный вдохновитель проекта Галина Артеева прочитала немало литературы, исторических справок и публикаций. Согласно разнарядке, на линию Карельского фронта ненецкий округ отправил 6 тысяч оленей, 1200 нарт и 600 оленеводов. Данные других источников разнятся, но ясно одно – эти цифры были намного больше. Неизвестным остается лишь то, сколько оленеводов вернулось обратно домой. Многие пропали без вести, многие оленеводы, это было осеннее время, переплавлялись через реки, они же шли пешком, где-то гибли. Много тонуло, потому что плавать никто не умел, вода холодная, ледяная, судороги и всё. Но такого учёта не было. А война для оленных батальонов завершилась только в 44-м, сразу после освобождения Карелии и Мурманской области. Подвиг наших земляков, которые не мешкая встали на защиту Родины и в составе оленных эшелонов ушли на фронт, всегда будет жить в памяти.